Наш вчерашний рассказ о резкой смене обуви в прыжке руководством АО «Газекс», чьи работяги в Нижней Салде из-за криворукости сожгли трёхкомнатную квартиру супругов Сушковых, сегодня надо дополнить ещё одним важным кусочком информации, долетевшим чуть позже. Выяснилось, что уголовное дело возбуждено против этих самых работяг, всех троих упоминавшихся вчера – Ветлугина, Горланова и Костоусовой. Напомним, 18 января на фоне внушающих страх вестей о недавних трагических газовых взрывах фирма слупила по 407 рябчиков с каждой квартиры, в том числе и в доме на строителе 38, за проверку газового оборудования. А её работнички попутно колымели, стращая граждан вымышленными неисправностями газовых кранов и меняли их за деньги чёрным налом, не оформляя заказы официально на фирме. По крайней мере, сама фирма так утверждает, добавляя к тому же, что и работнички-то эти были так себе неопытные, по полгода работали, ничего толком не знали и не умели. Тогда, правда, возникает вопрос, а нафига же вот этих вот нифига не петрищих, плохих работников вы шлёте проверять дома на предмет отсутствия опасности взрыва, да ещё берёте нешутейные деньги за эту заведомо некачественную услугу, потенциально грозящую гибелью людей, причём массовой. Но как-то не сильно риторическим кажется нам этот вопрос. Так вот, по горячим, ещё пахнущим горью следам, фирма «Газекс» уверяла, что, как бы там ни было, она с себя не снимает ответственности и возместит ущерб. Не только погорельцам, но ещё и владельцам двух квартир, пострадавших попутно. А вчера контора выстрелила себе в ногу, в репутационном смысле, и сказала, нет, мы передумали. Те два с половиной миллиона, что вы нам, гражданка Сушкова, нарисовали, можете свернуть трубочкой и вчинить иск конкретно этим, Ветлугину, Горланову и Костоусовой, а фирма тут ни при чём. Заявление, повторимся, крайне спорное с точки зрения экспертов ТАО и больше походит на попытку запутать неискушённых граждан, чтобы у них отвалилось желание идти в суд, где вероятность того, что контору жёстко нагнут, как раз очень высока. Тогда, кроме уже навлечённого на себя этим письмом позора, она нарвётся ещё и на материальные санкции, которых как раз ценой такого публичного позора и пыталась избежать. Коллеги с портала Е1 по случаю появления такого письма тиснули официальный запрос в АО «Газекс» и оттуда в виде официальной в ответ пришла информация о том, что уголовное дело, типа «уже» возбудилось против вышеперечисленного Ветлугина и компании по статье 168 УК РФ За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности, она может жестоко наказать штрафом до 120 тысяч рублей или сроком отсидки до одного года. Хотя тут явно угадывается и иной состав, ведь в результате оказания услуг ненадлежащего качества едва не погибли двое и более лиц.